Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы ставит оптимизацию государственно-религиозных и межконфессиональных взаимоотношений в стране в качестве основных направлений ее реализации. Государственные стратегические документы в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы Основные направления концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы 13 декабря 2016 года был запущен первый в своем роде информационно-консультативный центр по вопросам религии в Кыргызстане «Телефон доверия», призванный оказывать консультативные услуги гражданам по различным вопросам религиозного характера. Субтитры создавал DimaTorzok Оптимизация государственно-конфессиональных отношений Создан Государственно-конфессиональный совет в составе Духовного управления мусульман Кыргызстана, Русской Православной Церкви, Иудаистской и Буддистской общин. В рамках повышения квалификации духовных служителей с августа 2015 года по август 2016 года прошли курсы повышения квалификации 2342 имамов. С октября 2016 года по сегодняшний день участие в обучающих семинарах приняли 1287 духовных служителей. Профилактические встречи для повышения уровня религовеческой и религиозной грамотности населения. В 2014 году 77 встреч, в 2015 году 178 встреч, в 2016 году 240 встреч. Реформирование системы религовеческого и религиозного образования в Кыргызстане. 2015 год. Создание теологического колледжа при КГУ имени Арабаева. Запуск пилотного проекта предмета истории религиозной культуры в 10 общеобразовательных учреждениях. 2016 год. Запуск пилотного проекта Института подготовки-переподготовки руководящих кадров Духовного управления «Мусульман Кыргызстана».